Добрый день, уважаемые якутяне! Сегодня день правовых знаний. Мы уже десятый год будем проводить мероприятие, посвященное Дню правовых знаний. Я хотел бы отметить, что этот день связан с исторической датой 23 марта 1925 года на третьем съезде Советов Якутии была принята первая конституция нашей республики, которая заложила основы для поступательного развития нашего северного края. При этом я хотел бы отметить, что сегодня у нас уже 43-я по счету передача. Она будет подсвечена вопросом медиации. И в нашей студии наши дорогие гости — это Долгуяна Николаевна Иванова, исполнительный директор автономной некоммерческой организации Якутский республиканский центр медиации. Она тренер-медиатор, юрист-конфликтолог. Очень такое хорошее словосочетание. И Сандара Никифоровна Кулаковская, которая является медиатором, частно практикующим юристом. Также она известна как блогер. Она очень хорошо ведет свой блог на якутском языке, именно пропагандируя правовые знания, прививая уважение к праву. За это я, Сандарий, хотел бы выразить слова благодарности. На самом деле, конечно, сегодня проводится целая серия различных мероприятий. Вот буквально после этого будет у нас в Национальной библиотеке проводиться день оказания бесплатной юридической помощи, где будут представители адвокатской палаты, нотариальной палаты нашего регионального отделения Ассоциации юристов России. Поэтому, конечно же, мы должны понимать, что право сопровождает нас каждого с момента рождения и до самого последнего дня жизни. Причем право, оно работает вне зависимости от нашего желания. Потому что мы должны знать постулат, что незнание законов не освобождает от ответственности. И мы должны стремиться к тому, чтобы овладевать определенными правовыми знаниями для того, чтобы стать конкурентоспособными специалистами. Ну, я думаю, что сегодня мы могли бы нашу передачу проводить на двух государственных языках — на русском, на якутском, потому что у нас телезрители воспринимают эти языки как свои родные, близкие. Я думаю, что это позволит нам более детально раскрыть вопросы медиации. Но я хотел бы отметить, что на самом деле медиация — это вопросы разрешения тех или иных споров в досудебном порядке. То есть здесь наличествует не только право как таковое, но и, наверное, по большому счету и психология. Вот, Долгаян Николаевна, вы стояли у истоков зарождения медиации в нашей республике. И хотелось бы, чтобы вы нашим радиослужателям, телезрителям рассказали, как всё это начиналось и вообще, что такое медиация. Добрый день, Александр Николаевич! Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели! Во-первых, я хочу выразить благодарность, что вы сегодня пригласили нас на свою авторскую передачу и проявили такой интерес к этой теме, казалось бы, новой, но она имеет свои старинные корни. И я думаю, что через сегодняшнюю нашу передачу кто-то из радиослушателей, телезрителей услышит эту тему, эту процедуру впервые, а кто-то услышит ещё раз, подумает. И я надеюсь, что наши коллеги-юристы увидят, услышат возможности для развития, расширения своей профессиональной деятельности. Ну, о медиации можно говорить много, о медиации можно говорить с разных точек зрения, в узком смысле и в широком смысле. О медиации можно говорить с научной точки зрения, да, с паровой позиции. Также мы говорим со стороны просто бытовой, житейской. И также про медиацию, когда мы говорим про медиацию, говорим немножко вот в разных сочетаниях и с разных позиций, когда разговариваем с разными субъектами правоотношений. Когда говорим о медиации для юридических лиц, для предпринимателей, мы говорим, что с помощью процедуры медиации вы можете урегулировать оперативно, экономично, конфиденциально свой спор со своими оппонентами, контрагентами. И говорим о возможности сохранения дальнейших деловых отношений. А когда говорим о трудовой медиации, мы говорим, что работник и работодатель, они могут урегулировать возникший трудовой спор с позиций равных сторон. Что необязательно все трудовые споры решать через суд. А когда мы говорим о семейной медиации, когда спор идёт между самыми близкими людьми, это обычно идёт как бракоразводная медиация, когда затрагиваются очень большое количество вопросов, начиная от раздела общего нажитого имущества, выплата алиментов, определения места жительства ребёнка. Даже сейчас идёт спор между наследниками, когда очень самые близкие, дорогие люди начинают конфликтовать, спорить по поводу наследства, полученного от своих родителей, близких людей. Также для них мы говорим, что вы можете через процедуры медиации восстановить свои нарушенные отношения. И чтобы в дальнейшей жизни не враждовать. А когда мы говорим о школьной медиации, то мы говорим, что через процедуры медиации, методами медиативных подходов мы учим детей коммуникации, конструктивному общению. Мы им говорим, что есть ещё и другие люди, которые имеют своё видение, свои интересы, что мы должны их услышать, понять, и необязательно все конфликты решать путём силы. А когда мы говорим о медиации в здравоохранении, то здесь мы уже разговариваем вокруг самого ценного для человека. Это здоровье, жизнь человека. Здесь, в этих спорах, как вы правильно отметили, очень большая эмоциональная составляющая. Поэтому медиация возникла давным-давно на заре человеческой жизни. Но она была в некотором роде, может быть, подзабыта. Но с 2011 года у нас в Российской Федерации вступил в силу федеральный закон об альтернативной процедуре урегулирования с участием посредника процедуры медиации. И цель закона — это внедрить в правовое поле в Российской Федерации развитие именно альтернативных способов урегулирования споров для развития партнёрских деловых отношений, для гармонизации отношений. И поэтому сегодня медиация уже не просто какой-то альтернативный метод, а это закреплённый в федеральном законе способ. Наверное, так. И с помощью медиации можно урегулировать при желании любой спор в любой сфере. — Хорошо. Сандера Никифоровна, вы также являетесь медиатором. Что вы можете рассказать о своей практике? — О своей практике. Мы с Долгуяной отучились, получается, на медиатора в 2012 году. Это уже практически 10 лет. И как таковой именно медиация в чистом виде я, к сожалению, не занимаюсь. Я начала практиковать после получения повышения квалификации, но мы ещё в арбитражном суде, у нас там комната была для примирения, люди приходили, консультировались, интересовались. Но вот я как правоприменитель, как частнопрактикующий человек хочу сказать, что медиация нужна ещё помощь, помощь законодателя. Не хватает маленького толчка законодательного, чтобы суд имел какой-то конкретный рычаг для правоприменения именно медиации. Потому что буквально вчера я была в арбитражном суде, у меня как раз дело идёт, и две стороны хотят прийти к мировому соглашению. Они уже, в принципе, договорились о конкретных условиях, но какие-то моменты не могут устроить какую-то сторону. И вот в этом случае я, например, суде говорю, вот давайте, может быть, обратимся к медиатору в рамках судебного процесса. Суд тоже говорит, да, вы можете обратиться к медиатору. В данном случае тогда я приостанавливаю дело, у вас будет время, чтобы как-то договориться. Но другая сторона, например, она говорит, ну как-то скептически к этому относится, говорит нет там и так далее. И нету обоюдного желания, обоюдного стремления. Вот в таких случаях очень хорошо было бы суду дать право обязать пойти к медиатору. Вот сходите один раз к медиатору, попробуйте съесть за стол переговоров с участием профессионала. И посмотрите. И вот сторона, уже обязанная сходить на процедуру, она бы сходила, и, возможно, бы результат был совершенно другой. Вот. Я вот как честно практикующий юрист замечаю, что вот нам немного не хватает поддержки именно с точки зрения закона для активного внедрения медиации. Вот в частности, в семейных спорах, в частности, вот между родственниками. Такие вот споры могли бы быть обязательно, ну, проводиться с участием медиатора в обязательном порядке. А вы не выходили с какой-либо инициативой в адрес госсобрания? Ну, например, там можно переговорить с рядом депутатов, или, может быть, с председателем комитета Иремеевым Алексеем Ильичем, да? Потому что у госсобрания Илтумен существует право законодательной инициативы в адрес федерального собрания, ну, и как-то сформулировать это должным образом, направить. Потому что просто так хотеть это можно, но для того, чтобы дело сдвинулось, нужно делать какие-то реальные шаги. Вот. На самом деле, вот, медиация, как вы сказали, она имеет многие стороны. Всё-таки здесь что больше? Всё-таки больше права или больше психологии, вот, эмоциональных отношений? Как вы считаете? Ну, цель медиации — это... Самая главная цель медиации — это достижение конфликтующими, спорящими сторонами взаимовыгодного решения, которое бы устраивало обе стороны, да? Медиатор, специалист, он работает на выявлении истинных интересов. Вот, позиция — это одно, да, когда стороны основываются на норме права. А интересы, они могут быть глубинные, душевные, да, именно вот эмоциональная составляющая вот в семейных спорах, например, больше, чем правовых оснований, может быть. Ну, какими качествами должен обладать медиатор? Очень коротко, в трёх словах. Ну, главные принципы у нас закреплены в федеральном законе — это нейтральность, беспристрастность, независимость медиатора. Ну, мы после рекламы вернёмся, продолжим наш интересный разговор. Будьте с нами. Продолжаем наш разговор. Вот я хотел бы к Долгуяне обратиться. Вот Сандара выразила своё мнение, да, в отношении того, что нужна некая такая законодательная поддержка, существуют определённые пробелы законодательства, которые можно усовершенствовать. Вообще у нас вот в республике сколько медиаторов, вообще какая практика в судах, как вы это мониторите, отслеживаете, и вообще как могут пополняться ваши ряды? По последним данным у нас от учившихся, прошедших специальные курсы подготовки медиаторов, человек 12. Это в основном у нас психологи, преподаватели института психологии, которые ещё, по-моему, в 13-м, либо в 14-м году прошли вот первые курсы, организованные у нас в Якутске, на базе юридического факультета. Но практикующих медиаторов, к сожалению, очень... Сколько? Раз-два, может быть, да? Но к медиации люди приходят на самом деле добровольно. Человек должен сам додуматься до этого, увидеть, услышать, почитать, понять, и близко ли это ему, потому что наши коллеги-юристы, они в основном заточены и направлены на то, чтобы защищать интересы одной стороны. А тут медиатор работает с обеими конфликтующими сторонами, спорящими сторонами. Мы садимся за единый стол переговоров. С одной стороны одна сторона, с другой стороны другая сторона. На процедуры медиации стороны могут прийти даже со своими доверенными лицами, с юристами своими, адвокатами. Либо медиацию можно проводить ещё так называемая челночная медиация, когда медиатор встречается только с одной стороной в отдельности и с другой стороной в отдельности. Вот в этом может быть тоже преимущество, да, какие-то вот этой нашей процедуры. Иногда бывает, что люди совершенно не хотят видеть друг друга. И тогда медиатор-специалист, который прошедший специальную подготовку, который имеет навыки этой техники ведения переговоров, он уже готовит стороны к общей совместной встрече. Мы для этого и вентилируем, как говорится, эмоции, и разговариваем. Есть у нас также техника специальная кокус, встречи кокус, когда стороны, сторона встречается только с медиатором. И иногда бывает, что какие-то мысли, какой-то интерес, какую-то позицию сторона не хочет, чтобы услышала другая сторона. Вот на этот момент враждующая, казалось бы, сторона. Вот в этих моментах, да, работает именно специалист. Вот я не зря задал вам вопрос, какими качествами должен обладать медиатор, да? На мой взгляд, вот когда слушаешь ваш интересный рассказ, возникает такая мысль, что медиатор – это не только там юрист или психолог, это человек, который должен обладать каким-то очень важным объемом знаний, в том числе и в экономике, который мог бы предложить какое-то разрешение конфликта. Именно на фоне того, чтобы это было справедливо, объективно и законно. Не так ли? Немножко не так. На первый взгляд, да, на первый взгляд может казаться, что медиатор дает какое-то решение, какие-то варианты решения. На самом деле главная задача медиатора – это организация процедуры, организация переговоров. А стороны сами самостоятельно в своих интересах, они вырабатывают то решение, которое устроило бы. И не обязательно, ну, считается теоретически, да, и в законе у нас закреплено в требованиях к медиаторам, профессиональным медиаторам, что должно быть просто высшее образование, высшее профессиональное образование. По специализации это образование не ограничивается действующим федеральным законом, но мы все знаем, что в прошлом году был проект нового закона о медиации, который был вынесен Министерством юстиции Российской Федерации. В этом законе идет ограничение специализации медиатора, чисто только юридическим и психологическим. Вот по этому поводу, по этому ограничению у медиаторского сообщества было очень большое обсуждение, да, и медиаторы, конечно же, не согласны были с тем, ну, часть медиаторов не согласны с тем, что ограничивается специализация медиатора, потому что считается, что медиатор, это основная задача медиатора, это организация переговоров, и важно, чтобы стороны услышали друг друга, поняли позиции, интересы друг друга и сами пришли к какому-то решению. Но часть медиаторов, наверное, и я в том числе, я склоняюсь к тому, чтобы, да, была специализация, и лучше, лучше, когда медиатор имеет юридическое образование либо психологическое образование. Да, потому что тогда и легче вот самому понять, потому что, когда мы в особенности говорим при подписании медиативного соглашения, медиативное соглашение – это результат процедуры медиации, где описывается и прописывается обязательство сторон по поводу возникшего спора, да, вот если человек совершенно далек от юриспруденции, скажем так, то ему будет сложно составлять какое-то грамотное, законное, справедливое решение для этих сторон. Ну, понятное дело, что совсем юный человек вряд ли может стать хорошим медиатором. Это, образно говоря, некий пожарник, который не должен, как говорится, дать искре воспламениться в какой-то большой пожар, он должен присушить это, должен… На мой взгляд, всё равно медиатор, он должен быть в сотворчестве. Если он просто столько слушает, просто столько организовывает… Конечно, да, конечно. Мне кажется, это не совсем, то есть люди, которые приходят к медиатору, они не получают должных советов, может быть, да, каких-то путей разрешения этого спора. Если нет вариантов, медиатор только просто слушает, я вот организовал вас, вот я вас усадил за стол, а дальше разговаривать. Мне кажется, эффекта мало. Эффекта мало, конечно. Да, поэтому у медиатора должны быть соответствующие знания для того, чтобы он понимал, о чём вообще идёт речь. Почему я говорю, у него и экономическая такая должна быть подковка, образно говоря, и юридическая, и психологическая. Но я думаю, что, в принципе, то дело, которым вы занимаетесь, оно очень перспективное, важное и необходимое. И вы же создали такой хороший проект на президентский грант. Это конфликтологический словарь, русский, якутский, да, словарь медиатора, конфликтолога. Ол туфынан же капсеттақпыны хайдағы. Бұл сақа жануғар энетерин көрдік. Хороқ түй энергия бартын ариян, бартын маннык. Бұл туаққа урбаккаре кіралан, деге көтлі семек соустық бәлерін проблемалынын капселдер. Бұл лыжан, шуи бағыты кеннәре ариянгын. Хайддара сөптәқ солгы тұрурағын болы, медиатор бұл ептінан. Ол анжа капсереті словаринг тұруның? Ага, бұл 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 жүттің тұруның? Тыл жүтттің тұруның. Иерсану рағар или нерекшин, өчелый сақалы тұл жүттеден. Русско-якуцкий конфликтологический словар медиатора. Бо бигеги сэнтыр бот юз браега болар. Пастыка браег бот медиация шагает по стране, бон назначение Якутии демеды. Сәбде ол айнах джаммыт олыш такталарга тақсаммыт медиация туғынан кэфсай беппит. Ол бара тарелтелерге, осколаларга иде бросты клубтарга демед. Ол онна медиация туғынан қолу бара неучалы кэфси верен нақпит. Слайдалары мен қолу бара бастан неучалы кэфси верен нақпит. Ол онна көрдік. Ол онна көрдік. Ол онна көрдік. Слайдам неучалы кэфси верен нақпит. Демен бастан хәрдәбін. Ол онның бейем хақалы кэфсиан керен бар бұдым. Ол оннан сеттерін медиацияға, бүйлелер эйгебеттер тұттулар терменлері хақалы бұхарда хана ордік. Ол онна тиімте, өйдөнімтеу болар дейін. Тияң көрдікті 10 тонн сеттерін бұл тақсан көрдік бұра екте көрдік. Бұл бәйбет үлелігі джақшы жонлар бәйбет нада бұд. Ол онна негелігіне специалисттар бұл бігігі үнгі бүтінен тұхана адсы Джон, Серге, Кене, әмі баға ғана адай бітті. Бұл мантан тақсан көрдік бұры ек. Хандарам, әнде бұрап Әйкетгір хен үллігін көрдігінде. Ән бәйінгі санағар бұл сақабыд сирен үллікті ұқтаруғар бұрапы білялдарғар, бұрапы әпкөту ғаналдарғар тұхна аданы? Бұрапы білігі әде. Бұрапы бәлігі білюп бітін неады дейін, кейі қа інтерес өскі ек. Онында біле бі sarcлайты қа мотивация болады. Тоғы бейін білігі тек. Тоғы дейі тқа Ink車. Олық бұл барты бұрапы дайбас дақып. Хепка тағанан? Кейе түрі ө 198 бүлігі әден бұл құсетттен бұрsetтен бұр дейін кеніב�і бірау ойлдырдин. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 такие правовые вопросы, например, Александра Копцева, у него был блог, где активно пропагандируется. Хорошо, отлично. Вот я хотел бы, Долгая Николаевна, Сандарина Никифоровна, мне бы сказать слова благодарности и сказать о том, что вы проявляете чувство социальной ответственности, высокое, как юристы. Держите этот курс, помогайте людям. С днем правовых.